Сборник стихов Людмилы Леоновны Стрельниковой Людмила Леоновна Стрельникова – эзотерик, мистик, поэт, писатель в жанре эзотерической философии. В соавторстве с дочерью Сейклитовой Ларисой и мужем Стрельниковой Александром Ивановичем написала более 60 книг различных серий, выдержавших несколько переизданий. О самих стихах. Несколько слов от чтеца стихотворения Людмилы Леоновны Стрельниковой. Они волшебные, они необычайно наполнены, они заставляют задуматься, они направляют мысль. Они говорят о действительно важных вещах, они словно расставляют акценты в жизни. Это не манускрипты, это не какие-то назидательные тексты, это не умничания, это даже не притчи во языцах, это даже просто не притчи, а это своеобразная поэтическая форма. Она написана достаточно доступным языком, достаточно простыми словами, формами, при этом довольно ритмично, красиво, интересно, лексикологически прекрасно простроена. Она богата в плане языковых средств, оборотов, форм, да, своеобразна. И в эту форму помещена да не одна глубокая мысль. Из статьи Александра Николаевича Песклакова Взятый с сайта На крыльях творчества По ее воспоминаниям, именно стихи стали отправной точкой всего творчества. Первые из которых она сочинила, будучи еще шестилетним ребенком. Увлечение стихосложением продолжалось и в школьные годы, при неуклонном росте поэтического мастерства. Те стихи, что представлены, были написаны ею в более поздний период, в возрасте от 20 до 28 лет. Это было время наиболее интенсивного освоения жанра и пробы сил в различных стилях стихосложения. В своей автобиографической книге «Огонь Прометея» Людмила Леоновна пишет, что в эти годы ею были написаны поэмы, сказка в стихах, басни и стихи философского содержания. Именно философские и поэтические сочинения по большей части и представлены вам. Необычайно интересное их смысловое содержание при взгляде из настоящего становится совершенно очевидным, что желание выразить в стихах ту или иную тему не было случайным. Ведь все написанное в юности было посвящено именно тому, что по прошествии многих лет станет для Людмилы Леоновны предметом детального рассмотрения и всестороннего изучения во время диалоговых контактов с высшими учителями человечества. Душа, мысли, взгляд, счастье – это лишь немногие примеры стихов, иллюстрирующих эту мысль. Так, не без помощи высших, происходила настройка сознания Людмилы Леоновны на главную цель – плавно проступали контуры будущей грандиозной работы. «Стихи – это как бы первичная проработка будущих тем», – вспоминает она. В 20 лет мною был задан вопрос «Что такое душа?», а спустя 30 лет я сама же вместе с дочерью ответила на него. Стихи Людмилы Леоновны – это глубокие размышления о смысле жизни и смерти, о нравственной стороне человеческого бытия, это поэтический анализ того, что в юные годы не могло быть раскрыто ею до конца, но уже порождало серьезный интерес и непрерывную работу мысли. В них мироощущение автора, ее чувства, переживания и устремленность – это всегда разговор о высоком, поскольку только оно волновало ее чуткую космическую душу и было ей созвучно. Завораживающая внутренняя энергетика, пульсирующая в ритме стиха, необычайная сила и современность звучания философской мысли каждый раз рождает собственные серьезные размышления о смысле бытия, человеческих ценностях и многом другом. Большинство таких стихотворений были написаны по признанию Людмилы Леоновны больше умом, чем сердцем. При этом ни разу ее поэтическое перо не коснулось любовной лирики, которая была ей чужда, слишком ясно она видела человеческую низость сквозь ауры, что не могло вдохновлять на создание стихов о земной любви. К 28 годам к Людмиле Леоновне пришло понимание того, что поэтический жанр стал слишком узок в возможностях самовыражения и отображения мира. Окрепло ощущение завершенности процесса освоения данного вида творчества и необходимости перехода к новому. Еще два года по инерции она лишь изредка писала стихи, размышляя над тем, чему посвятить себя дальше, и в конце концов переключилась на написание юмористических рассказов. Происходило планомерное и поступательное расширение творческого диапазона будущего писателя, что стало востребованным уже в ближайшем будущем при работе над книгами серии «За гранью непознанного». Завершая эту небольшую статью о поэтической стороне творчества Людмилы Леоновны Стрельниковой, предваряющую знакомство с ее стихами, Александр Николаевич приглашает всех, кому эти стихи придутся по сердцу, и кто способен сделать к ним интересные иллюстрации, присылает свои работы для размещения на сайте «На крыльях творчества». «Буду очень благодарен и признателен», пишет автор. Поэтический сборник произведений Людмилы Леоновны Стрельниковой Читает «Светоносное» Стихотворение «Тропинки» Людмилы Леоновны Стрельниковой Тропинки Тропинки Легкие тропинки В траве бегут, как паутинки, На них узор прозрачный вьют И снова вдаль завя бегут. Кружат полями и лесами, Пересекаются ручьями, Несутся ввысь к вершинам гор И мчатся дальше, На простор. Рука ковер земной литкала, Траву зеленую примяла, Она ли кружево вплела Искусно нитями в поля? Нет, Не ее следы повсюду, И не природа это чудо, А сотни судеб на тропе Сплелись в одной ее судьбе. Рисунок радости здесь свили, Когда в степи, смеясь, кружили. Нужда людская здесь прошла, Ногами ткала и прела. Здесь счастье по полю бежало, Цветы рукой разбросало, Здесь горе брезалось навек. В траве замедлило свой бег, Нужда и радость, Счастье, горе. Они плели в траве узоры, Они заставили людей Создать тропинки средь полей. Нет, Не узоры, Не тропинки Висят в траве, Как паутинки, А тех, Втоптались в землю строки, Кто проложил Пути к дороге. Людмила Леоновна Стрельникова Рабы вещей Слепые пленники судьбы, Приумножаем комнат наших прелестей, В одежде новый модный стиль, И чтоб пустить в глаза всем пыль, Стараемся из кожи нашей вылезти. Вещами наводняем свет, Нужды в которых вовсе нет. Не все, что создается безупречное, Есть вещи нужные для нас, Есть вещи лишние на раз, Проходит легкой модой скоротечной. Зачем нам тысячи вещей? Столов, транзисторов, плащей? Не пребывает счастье от количества, Излишки портят нас, людей. Квартиры ваши не музеи, Любая роскошь — это расточительство. Не мы должны служить вещам, Они, пусть верно, служат нам. Мы проживем без модного и лишнего, Пусть потеряют вещи власть, Чтоб мы могли добрее стать И жить не ради них, А ради ближнего. Стихотворение Людмилы Леоновны Стрельниковой Для чего нужны, скажи, высоты? Чтоб низины лучше ощутить, Чтоб суметь понять на свете, Кто ты и куда идут твои пути. Для чего равняться на вершины? Чтоб однажды в низости не пасть, Чтоб помнить, Слабости должны мы Беспощадно в душах подавлять. Для чего взбираться на вершины? Чтоб крепость мускулов узнать, Чтоб всегда вершить дела большие И других к вершинам поднимать. Стихотворное произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой Недостижимое Недостижимое нам кажется великим, Таинственным, могучим и святым, И чуть коснется нас неясным бликом, Как мы вслипую следуем за ним. Недостижимым счастья, Неизменно, вечно, Желаний исполнимы много раз, То совершенным кажется, конечно, Что далеко и призрачно для нас. В нем, как из рога и изобилия, Сыпятся блага, В нем сокрыто все, Что требует душа. Оно звездой приходит к нам Из мрака, В плену надежд Прекраснейших держа. Недостижимое нас Рваться заставляет Вперед, к мечте, Наперекор всему. Но если мы чего-то достигаем, То этим мы обязаны ему. Стихотворное произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой «Движение» Движение не сравнить с покоем. Движение – это все живое. Весь ты, дела твои и мысли, Плоды его в дороге жизни. Оно приносит нам с тобой И ад земной, и рай земной. В нем потеряешь и найдешь, Придешь к тому, к чему идешь. Движение многое рождает, Движение многое обещает, Но ту лишь волю исполняет, Кто в ногу вместе с ним шагает. Оно – волшебник и судья, И замедлять свой бег нельзя. Движение не дает нам тлеть, А заставляет всех гореть. Поэтическое произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой Но бывает. Ничего не значащие встречи, Ничего не говорящие глаза, Длинные пространственные речи И минутной слабости слеза. Сколько их проходит перед нами, Ничего не оставляя за душой, Заполняя будничными днями Без того путь жизни небольшой. Но бывают встречи озарения, От которых мир становится светлей, Ощущаешь мысли и обновления, Видишь жизнь богаче и полней. Но глаза бывают вдохновением, Вырастают крылья за спиной от них, Но глаза бывают продолжением Всех надежд и радостей твоих. Но бывают речи, От которых загоришься вдруг Немеркнувшим огнем, Покоришь безобрежные просторы, И преграды станут нипочем. Но бывают слезы, Как святыня, Душ у возвышенных и чистых Скромный дар, От которых сердце летом стынет, И зимой тебя бросает в жар. Мало их, Но все они, Как солнце, Средь безликости вселенной Зажжены, Если мир ликует и смеется, Им мы благодарны. Быть должны. Стихотворные произведения Людмилы Леоновны Стрельниковой Взгляд. Ты загадочный взгляд Мне оставил и скрылся, Словно жгучий вопрос Без ответа поднес. То ли ты на какую-то Крайность решился, То ли крайность желаний С собой унес. Сколько взгляд Рассказать нам без слова умеет, Сколько взгляд может Тайн задушевных хранить, Он сомненья вмиг В твоем сердце развеет, Он же сотни загадок В душе поселит. То, как книга открыт, И читаешь за поем Сокровенные тайны Бездонной души, То вдруг станет стеной Неприступной И строим лишь догадки О том, что за нею лежит. Мысли часто таят Содержание больше, Чем простые слова Выражения их. Взгляд к понятиям Путь сокращает. И проще черпать их Из истоков сознания самих. В этом высшая форма Общения скрыта. Непосредственно мысли Чужие читать, Чтоб душа для души Стала вечно открыта, Чтоб без слов мы умели Друг друга понять. Стихотворное произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой «В ее глазах есть все» В ее глазах есть все И свежесть роз, И чистота таинственных звезд, И молнии блеск, И полумрак лесов, И нега томная Больших цветов. Есть бархат Южных трепетных ночей, И ослепительность Дневных лучей, Прохлада животворное утра, И солнце нестерпимая жара. И только человечей теплоты Для этой не хватает красоты. Достоинств прочих Столько в них лежит, Что не осталось места Для души. Стихотворное произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой Не торопись. Когда рука для мести поднялась, Не торопись спешить За гневым следом. Когда обеда в кровь твою влилась, Не путай разум свой С душевным бредом. Гнев вспыхнет желчью, Как слова, И склоня до быстро Раскаленной лавы. Месть не всегда В поспешности права И слишком скоротечно, Чтоб быть правой. Пройдет обида, Как осенний дождь, Природа не клянет За эту осень. В ее холодности Видна не ложь, А наступающих морозов Просень. Жизнь очень коротка, Чтоб тратить вдруг Ее на ссоры и на счеты С кем-то. И будь уверен, Что пожать ей рук Дарует ей Прекрасные моменты. Когда бы не умели мы прощать, Мир плакал бы Кровавыми слезами. Но мы умеем Гнев свою крощать И в мир глядеть Неволчьими глазами. Умеем мы гуманно жить, Не мстить, Не злоба, Отвечать на злобу, А улыбаться И другим дарить Простой долг Человечности Особо. Поэтическое произведение Людмила Леоновна Стрельниковой Поэт и вдохновение Где поэт Вдохновение черпает В глубине твоих глаз Это первое В той любви, От которой сгорает В тех надеждах, Где вновь воскресает В той земле, На которой смеется В той борьбе, Где для счастья Он бьется Где теряет Поэт вдохновение Там, Где сытый живет И смирение Там, Где зависть К другому проснулась Перед подлостью Совесть согнулась Где стеной равнодушие Встало Где сочувствие К людям пропало Стихотворное произведение Людмила Леоновна Стрельниковой Душа Душой мы часто называем В груди Таинственное нечто Ее не видим Мы не знаем И к ней относимся Беспеченно Случись Нас кто-то оскорбит Не прикоснувшись К нам Руками Он душу нашу Мрачит Своими Черстыми словами Несправедливость Нас гнетет Мучение Страшное Рождает Обида В душу Заползет И без ножа Ее Терзает Но ведь Душа Ничто Пустота И не в груди Искать ее Искать в мозгу Его работа Здесь Обрела Она живет Бывает Тело Изнывает От боли В сердце Животе Кусок Материи Страдает В безбрежной Мире На земле Но и душа От боли Стонет От горя Место не найдет Ее болезнь Тоже Реальным Говорят Страдания Высшие И муки Раз в нематерии Лежат Пусть Объяснят Тогда Науке Чему Они Принадлежат Стихотворное Произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой Лесть Лесть Как вино Сладка Но как вино И человека Губит И если Доступ Ей К себе Не прекратить Она для тления Почвой Послужит В душе Живое Умертвит Стихотворное Произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой Перед черной Бездной Я Перед черной Бездной Стою Ловлю Ловлю Глазами Мириады Звезд Стихотворное Пронести Я Звезды Ваша Уж Давно Я Светом Чудным Пронзена Что в сердце У меня Во дно С одной Звездой Слилась Звезда Стихотворное Погоренье Погоренье А я Вам Мысли Шлю В ответ Как Жизнь Вечное Стремление Стихотворное Стихотворное Что ты Виновен В своих поступках Надо Знать Добро Или Зло Придет Как следствие Меж ними Надо Выбирать Поэтическое Произведение Людмилы Леоновой Стрельниковой О конце Конец Печально Это слово Как Неприятно Нам Оно Пресечь Готово В жизни Многое Пресечь Хорошее И Зло Живое Любит Продолжение И То Что Стало Вдруг Концом Не Прекратит Его Движение И Не Погибнет Как Содом Проходит В жизни Очень Много Проходит Месяцы Года Природа Судит Очень Строго Чему Исчезнуть В ней Пора Но Травы Вянут Не Навеки Тепло Уйдет Не Навсегда И Не Сякнут В мире Реки В морях Не Высохнет Вода Уходит Жарким Днем В пространство Бесцветной Влаги Сотни Тон Нет В этом Мире Постоянства Движение Жизни Есть Закон Уносит Годы Наше Детство Пройдет И Жизнь Своей Чередой Природа В этом Видит Средство Омолодит Свой Лик Земной Конец Начало Для Другого Не Бойся Мудрого Конца Тогда Бессмертие Земного В нем Повторится До Конца Поэтическое Произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой Гимн Матери Жизнь Матери Верности К людям Начало В любви Ее верность В столетии Шагала Любовью Ее Мы Научились Любить Учились Бороться И мир Наш Ценить Жизнь Матери Море Глубины Великие В ней Жизни Детей Ее Милых Сокрыты В ней Тайна Природы И Мира Закон В ней Высшей Любви Идеал Заключен Поэтическое произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой Москва Москва Сколько лет до меня ты стояла Твоя прошлое — это века Ты в историю днями шагала И историей стала сама Твоей улицы полки с томами Каждый дом — это чья-то судьба По тебе миллионы шагали Твоим символом стала борьба Ты — хранилище мыслей Таланта Что не здание Века портрет Ты оделась Вся чудо Домами Чтоб тобой любовался Весь свет Ты — народ Ты — душа миллионов И хранишь чудеса В глубине Сколько отдано Низких поклонов Твоей мудрости И красоте Жизнь большая твоя Не в прошедшем Она в будущем В нем твоя цель Поколением К новому шедшим Ты откроешь В грядущую дверь Поэтическое произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой Мелочи Сколько в жизни Есть мелочи Разной От нее Не уйти Не сбежать И по каплям Из нас Должен Каждый Из нее Свою жизнь Создавать Если горе Какое Случится То помогут Его Пережить А всю Горькую мелочь Придется До конца Без других Нам Испить Нам Без маленьких Дел Не подняться Не проникнуть К высотам Людским А порою Так Трудно Признаться Что Ни с чем Ты Не связан Большим Не Отталкивай Мелочи Руками В куче Мусора Чтобы Не жить Надо Мыслью Своей И делами Из нее Совершенство Лепить Научись До победы Бороться Синей Когда Так Мешает Она И тогда До вершин Доберешься И до жизни Что Счастье Полна Поэтическое Произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой Время Время Дорого Для нас Хоть На глаз Не видно Но Терять Его Порой Кажется Обидно Пусть Оно И не Блестит Камнем Самоцветным Время Кажется Всегда Самым Драгоценным Поэтическое Пилуэтом Поэтическое Произведение Энергия Мерзость Глаза 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 Поэтичес Поэтическое Произведение Людмила Леоновна Стрельниковой Дерзновенная Дерзновенная Мечта Пока Таится Дыханье На устах Моих И Мысли Бег Еще Не Стих Ее Безумно Я Люблю И Страстью К ней Одной Горю Мечта Моя Как Свет Живая И Каждый День Она Рождает Надежду Поиск И Борьбу И Служит Людям И Добру Я В ней Все Страсти Оставляю От Них Пусть Ярче Засияют Следы Оставленные Мной Для Тех Кто Рвется За Мечтой Поэтическое Произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой Пусть Вещественным Станет В этом Мире Огромным Где Нет Края Конца Во Вселенной Бездонной Отдана Нам Земля Отдана Чтобы Строить Чтоб Любить И Творить Чтобы Знали Что Стоит Для Хорошего Жить Вечность Вечность Нам Чтобы Чтобы Смерть Все Их В сути Не Смогла Бы Стереть Пусть Они Остаются В виде Зданий И Книг Пусть Вещественным Станет Их Истезнувший Миг Поэтическое Произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой Люблю Я Бурю Люблю Я Бурю Гнев Природы За Силу И Могущество Люблю Никем Непризнанную Гордость За Непокорство И Борьбу Она Живет В одном Сражении А Кончится Оно И Жизнь Ее Победой Оборвется Или Поражением Замрет В Одном Порыве Сила Страсти Вся Жизнь И Цель Заключена Хоть Смешаны В нем Краски Он Ярче Вся Кого Огня О Яркости Не по Цветам Мы Судим По Силе Заключенной В них Тем Ярче В жизни Буря Будет Чем Разрушительнее Миг Ее Никто Не Остановит Никто Ее Не Укротит Но Высшей Похвалы Достоин Кто Перед Нею Устоит Поэтическое Произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой Просила я Защиты Просила я Защиты У ветра И у моря Просила я Защиты От боли И от горя Они Мне отвечали Живи Сама Как Знаешь Ты Нам В своей Печали Беспечно Жить Мешаешь Просила я Защиты У бездны И у ночи Поддержки Не ищи Ты У тех Кто Темен Очень Просила я Защиты У звезд И у рассвета Однако Мало толку В ком Очень Много Света Когда Ходить Устала Когда Просить Устала Я Против Них Восстала И сразу Сильной Стала С тех Пор Защиты Ищет У ног Ласкаясь В море И буйный Ветер Свищет Со мной Не смея Спорить Я Бездну Постигая Судьбу Ее Пророчу Теперь Я Твердо Знаю Что Есть Конец У ночи А звезды И рассветы Бужуя Громкой Песней Все Мною В добро Одеты Они Теперь Прелестней Учу Я мир Быть Чище Отзывчивей Добрей Для тех Кто счастье Ищет Средь Звезд И Средь Людей Я Эгоизм Бездуш Я хочу Навек Отвергнуть Заставлю Равнодушье С лица Земли Истезнуть Поэтическое Произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой О Счастье Тем Дороже Бывает Нам Счастье Чем Мы Реже Встречаем Его Не Пугало Людей Бо Ни Настей Если Б Им Постоянно Везло Счастье В нем Вечный Поиск Движения Бесконечный Начало Борьбы Постоянство Людского Стремления Совершенствовать Увыси Пути Счастье Разное Нас Окружает Смыслом Жизни Куется Оно Но Его Только Тот Достигает Кто Среди Множеств Находит Одно Для Голодного Хлеб Его Счастье Кто Страдает От Жажды Вода Для Влюбленного Слышать Почаще От Любимой Заветное Да Счастье Старости Это Внимание Для Искателя Рушить Канон У Ученого Это Сознание Что Открытое Им Есть Закон Жизнь Жизнь Не Может Остаться Без Счастья Как Земле Не Остаться Без Звезд Чтобы Рваться К нему Сквозь Ненастья Улыбаясь Сквозь Капельки Слез Поэтическое Произведение Людмилы Леоновны Стрейниковой Хочу Напиться Красоты Как Сердце Просит Красоты В Нем Жажда Вспыхнула Нежданно Бывает Так Глоток Воды Жару Нам Кажется Желанным Ловлю Ее В сиянье Звезд В Безумном Рвении Потока В Жемчужной Росыпи Берез В Искристых Брызгах Капель Сока Ищу В Нагроможденье Скал Точеной Строгости Деревьев Ее Прекрасный Идеал Чтоб Им Наполнить Вдохновение Видала Пропасть Я Средь Скал Она Тоскует По Потокам Такой Же Пропастью Мой Взор Тоскует Вечно О Высоком Мечтает Пропасть Морем Стать Вобрав Ручьи Озера Реки А Я Хочу В себя Впитать Красоты Русские Навеки Хочу Напиться Красоты Как В сказках Пьют Живую Воду Чтобы Вместо Ран В душе Цветы Цвели В любую Непогоду Поэтическое Произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой Хочу Я Быть Уверена Хочу Я Быть Уверена Что Счастье Не Отмерено Ни Больше И Ни Меньше Чем Другим Что Друг моих Творения Горя От Нетерпения Возьмут Друзья Сказав Благодарим И На земле Средь Множества Богатств Ее Убожеством Не Буду Я Безжалостно Тупым Хочу Я Быть Уверена Что Буду Жить Размеренно Не Только Я Но И Ребенок Мой Не Будет Он Обиженным Не Будет Он Униженным Не Обойдет Он Счастье С Страной А Побеждая Слабости Пройдет По жизни В радости С Приподнятой Гордо Головой Хочу Я Быть Уверена Что Миром Все Проверено Жестокое Бесплодие Войны Что Есть Предел У Жадности И Цену Благодарности Живые Забывать Бы Не Должны И Что Народы Разные Культурами Прекрасные Все Как Одни Свободные Равны Хочу Я Быть Уверена Что Солнце Мне Доверено Не Только Для Того Чтоб Загорать Его Лучами Жгучими Садку Любовь Могучую И Буду Радость Жизни Воспевать Пусть В счастье Дело Ладится Трудами Люди Славятся И Станут Дети Только В мир Играть Поэтическое Произведение Людмилы Леоновны Стрельниковой О дружбе Человек Мечтал О друге Жаждал Верность Обрести Станет Кто Б Тебе И Ти Помог Может Другом Стать Гитара Для Других Собака Друг Третьи С женами Лишь В паре Узы Дружбы Обретут Выбор В общем-то Не беден И Не важно Кто Здесь Друг Лишь Б Он Тебе Был Верен И Делил С Тобой Досуг Чтоб Как струны Отозвался И На счастье И На боль Чтоб Пойти Не побоялся За тебя На смертный Бой Чтобы В радости И горе Не разлучен Был с тобой Был бы Выше Всякой Ссоры Не кривил Тебе Душой С Другом Буря Лишь Забава Горе С ним Невелико С Другом Тише Будет Слава А Бесславие Легко Поэтическое произведение Людмила Леоновны Стрельниковой Веселье И Грусть 23 Года Веселье Слабое Создание И Быстро Гибнет Без огня А Грусть Есть Пища Для Сознания Она Не пропадает Зря В Той Грусти Мысли Есть Начало Чтоб Счастьем Прочно Обладать Познать Веселье Будет Мало И Горю Цену Надо Знать Поэтическое Произведение Людмила Леоновны Стрельниковой Жизнь Жизнь Есть Мгновенье Неугасимого Горенья Смерть Вечного Бездумья Тленья Но Лучше Краткость Осмысления Чем Мрак Где Мысли Нет Движения Поэтическое Произведение Людмила Леоновны Стрельниковой Язык Пустой Язык Все мысли Обедняет Ворует Время В жизни У тебя Кто языком Подобным Обладает Имеет Личного Вора Мудрость Четверостишей Людмила Леоновна Стрельникова Не угождая величию Не потакай ханжам Исследуя приличию Не унижайся Сам Чтобы создать Невозможное Надо Бесстрашно Уметь Ранясь Олизвие Острое Мир В своей Боли Воспеть Беспечно Годы Прилетают Когда Их Радость Огрыляет А в горе И минута Нам Продлится Равное Векам Что Значит Вдохновение Желание Плюс Горение Время Пройдет И от города До села Вспомнят Всех Отечество После Одних Остаются Дела После Других Человечество Поэтическое Произведение Людмила Леоновна Стрельниковой Сравнение Не Вечно Как Сахар Белеть Полезно И В грязь Окунуться Но Если В ней Долго Сидеть То Можно Совсем Задохнуться В сравнении Ковать Идеал К нему Постоянно Стремиться Понять Кто Велик А кто Мал Чтоб Истинной Капли Добиться Уметь Оценить И сравнить Великое Дело Отбора Чтоб В будущем Лучшее Жить Смогло Без стыда И позора